МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это телеканал Овгенск ТВ. Как всегда, в этот час мы рассказываем вам о новостях нашего города и региона. В студии Георгий Розоваев. И Дарья Человекова. Сегодня в выпуске. Мэр столицы в гостях у Кулужан. Сергей Собянин посетил Боровскую площадку особой экономической зоны Калуга и Балабановскую поликлинику. Дебютирует во второй лиге. В среду Омнинская команда футболистов на стадионе Труд встречается со своими соперниками из Липецка. Утром в субботу в Гурьяновском лесу прошел 10-й забег в рамках движения под названием Паркран. 13 июля в рамках проводимых в Калужской области Дней Москвы губернатор Анатолий Артамонов встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Они посетили Боровскую площадку особой экономической зоны Калуга и поликлинику в городе Балабаново. Подводя итог встречи, Сергей Собянин акцентировал внимание на сложившемся взаимовыгодном сотрудничестве двух регионов. Оно разворачивается по всем направлениям. Это и здравоохранение, и культура, и образование, развитие совместной инфраструктуры, в том числе дачных поселков, пояснил он. Отдельное внимание Сергей Собянин уделил развитию транспортно-логистической системы. Москва закрывает свои транспортно-логистические центры, так как мы не можем обеспечивать грузоперевозками всю Россию. И очень правильно, что в Калужской области создан такой крупный центр. Это идет на пользу как Москве, она освобождается от лишнего трафика, так и Калужской области. Здесь активно развивается экономика, резюмировал мэр Москвы. Новый прокурор города был официально представлен сегодня на заседании в Обнинской администрации. Павел Гульчак был назначен на эту должность меньше месяца назад. Знакомый его с коллегами, а также руководителями городских служб, Владислав Шапша пожелал прокурору успешной работы. В органах прокуратуры 2000 года практически все это время в Калужской области. И надеюсь на успешную работу в городе Обнинске, на благо нашего замечательного города. Представлен был и новый начальник городского управления экономики и инновационного развития. А Станислав Филиппов ранее занимал эту должность и сменил ее на пост заместителя главы администрации Боровского района. На муниципальную службу Николай Гришин пришел из сферы финансов, оставив кресло управляющего Обнинским отделением Сбербанка. К слову о деньгах. Один из обсуждаемых вопросов касался как раз доходов и расходов городского бюджета. Налоговые доходы, исполнение 772 миллиона рублей, это составляет 48,2% от годового плана. Рост составил порядка 111% к прошлому году. Владислава Шапшу интересовали итоги деятельности комиссии, работающей с предпринимателями на тему серых зарплат. Работа эта обязательно должна быть продолжена. И те меры, которые принимаются по взысканию долгов перед муниципалитетом в виде неналоговых поступлений, они должны быть еще более жесткими и последовательными. Мы не можем себе позволить разбрасываться доходами наших, по сути, долгоплательщиков и из-за этого влезать в долги и брать кредит. По сути, мы кредитуем таким образом за счет собственных средств этих недобросовестных предпринимателей. На заседании обсудили и повседневную работу по ремонту дорог и уборке улиц. На открывшемся недавно участке, продолжающем проспект Ленина в сторону Завражье, уже произошло первое ДТП. Владислав Шапша предложил усилить контроль за нарушителями. В ремонте Ленина мы договорились учесть определенные технологические моменты, которые все-таки позволят снизить эту скорость. Попробуем сделать возвышающиеся пешеходные переходы. Как получится, посмотрим. Этим летом на деньги фонда капитального ремонта заменят 161 лифт в жилых домах Обнинска. Благоустройство общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда» – тоже актуальная тема. Для реализации приоритетного проекта заключено соглашение 26.04. о представлении субсидий из бюджета области бюджета муниципального образования города Обнинск на 18 год в размере 13 миллионов 870 из 2 тысячи рублей. Получено уведомление о дополнительном финансировании в районе 9 миллионов 234 рублей. Победителем опроса на определение объектов, которые благоустроят в первую очередь, напомним, стал Гурьяновский лес. Компания «Дорстройсервис» сделает здесь ландшафтные дорожки и построит спортивную и детскую площадки на сумму почти 5 миллионов рублей. Практически завершены и аукционы на определение подрядчиков, которые создадут комфортную городскую среду в нескольких обнинских дворах. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ К радости автомобилистов! На проспекте Ленина в районе 51-го квартала начались работы по ремонту дорожного полотна. Сейчас рабочие производят демонтаж старого бордюрного ограждения и устанавливают новое. В ближайшее время приступят к снятию асфальта. Дорожное покрытие будет отремонтировано до пересечения с улицы Белгинской. Пока что планируется починка только одного направления дороги. 14 июля на Морозовской даче торжественно открыли исторический розарий, проект которого в 1916 году разработал знаменитый в свое время ботаник Георгий Треспе. Одновременно с открытием розарий в усадьбе стартовал фестиваль художников. Последняя владелица усадьбы Турлики Михайловская заказала в 1916 году проект розария Георгию Треспе, который на тот момент занимал должность главного садовника ботанического сада Московского университета. 102 года спустя задумка нашла свое воплощение. Идейными вдохновителями посадки розария выступили сотрудники городского музея и студии ландшафтного дизайна «Эйри». К отбору роз подошли очень внимательно. Цветы закупили в специальном московском питомнике, причем именно тех сортов, которые были популярны в конце 19-го, начале 20-го веков. Финансовую поддержку оказала группа компаний «Остов» под руководством Игоря Шаповалова. С ландшафтами тоже так бывает. То есть мысль есть, а возможности воплотить нет. Проекты лежат просто так. А у нас получилось, благодаря сотрудникам музея, администрации, нас все поддержали, и никто нам не отказывал, к кому бы не обращаться. А если говорить о жителе города, то тут было сумасшедшее количество желающих помочь Морозовской даче восстановить свой парк. И это показывает, насколько усадьба важна для нашего города. Марина Беляева подарила директору городского музея графический проект «Розария дачи Морозовой». По мнению ландшафтного дизайнера, высадка роз может стать первым шагом к обустройству сада, который планировала создать в усадьбе Маргарита Морозова. Но обстоятельства помешали ей это сделать. Морозовская дача уникальна и с архитектурной, и с исторической точки зрения. В Калужской губернии было когда-то около полутора тысяч усадебных комплексов. Сейчас их осталось лишь несколько десятков, тех, что не до конца разрушены. В день открытия исторического розария в усадьбе Турлики Михайловская стартовал и фестиваль художников, приуроченный к дюк города и к 145-летию со дня рождения Маргариты Морозовой. На протяжении нескольких дней живописцы графики будут творить на территории усадьбы, а затем продемонстрируют свои работы публике. Экспозицию представят здесь же на Морозовской даче. Познакомиться с работами художников гости усадьбы смогут с 25 июля по 5 августа. Первый эфир «Ленэр», который прошел в прошлом году, подарил нам столько эмоций, воспоминаний, встреч и замечательных работ, что впоследствии впечатлений нам на целый год. Мы ждали спонтепельно вот этого времени, когда мы снова встретимся и с художниками, и с нашими дорогими гостями, горожанами и людьми, приехавшими в наш город в этом деле. В этом году, как и в прошлом году, Угненский пленет мы открываем накануне городского праздника. Сейчас несколько раньше, тем не менее, мы дали городу эмоции, встречи с прекрасным творчеством именно к одним городу. Усадьба Турлики Михайловская – объект культурного наследия, памятник истории Калужской области. В этом доме работали художники Василий Поленов и Валентин Серов. Во время строительства атомной электростанции здесь жил академик Игорь Курчатов. На Морозовской даче размещались кабинеты школы-колонии «Бодрая жизнь» Станислава Теофиловича Шацкого, а в военное время – командный пункт штаба Западного фронта, где бывали маршалы Советского Союза Георгий Жуков, Иван Конев, Василий Соколовский. Директор городского музея надеется, что в будущем парк возродится во всей своей красоте, радуя гостей, которые будут приходить сюда снова и снова. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В субботу в Гурьяновском лесу прошел десятый забег в рамках движения под названием «Паркран». Это международное сообщество любителей бега существует уже больше десяти лет. Тысячи людей по всему миру в установленное время участвуют в пятикилометровых пробежках. Как правило, местом для них выбирается парк, что отражено в названии. В отличие от Лондона, где традиция дружеских стартов зародилась еще в 2004 году, в наш Наукоград она пришла совсем недавно, но уже обрела сторонников. Екатерина Замахина расскажет подробнее. Тем, кто способен встречать субботнее утро, так можно выдавать медали без всякого забега. Впрочем, соревнованием «Паркран» назвать трудно. Скорость, конечно, учитывается, но сами организаторы говорят скорее о дружеских пробежках. В месте, как говорится, веселее, а подчас и быстрее добираться до финиша. Движение «Паркран» – мировое движение. В России открыто порядка 46 забегов. Конечно, очень много в Москве. Но сейчас за счет того, что «Паркран» России выиграл президентский грант, идет очень такое развитие по всей России. Открывается сейчас в Воронеже, в Красноярске. К десятому юбилейному забегу костяк энтузиастов в Опницке перевалил за цифру 50. Каждую субботу добавляется по 20 новичков, подсчитал Вадим. И у всех свои причины – вставать в выходной пораньше и бежать в лес. Суббота встал и, как говорится, за место зарядки пробежал. И не обязательно кого-то обгонять. Можно улучшить то время, которое было раньше. То есть, как бы сам себя, как говорится, настраиваешь и тренируешь. Бег хоть и на скорость, но обязательно в удовольствие. Таково главное правило социальной сети под названием «Паркран». Тот, кто набрал темп, остановиться не может. Даже в свой день рождения. Так получилось, что моей супруге юбилей 30 лет. И мы решили этот праздник отметить в кругу, я не побоюсь этого слова, семьи. Семьи одна бегунов. И, собственно, приобщиться к празднику еще раз. Бегая в парке, Обнинцы решают еще одну важную задачу. На носу традиционный атомный марафон. Он пройдет в Обнинске 28 июля. Многие хотят улучшить прошлогодние результаты и совмещают отдых с тренировками. Движение «Паркран» является прекрасной возможностью подготовиться к атомному марафону. На атомном марафоне будет присутствовать у нас детский забег длиной в один километр, дистанция в семь километров и 21 километр – это полумарафон. Также будет корпоративная эстафета – это три по семь. Все организации могут принять в ней участие. Спортом и физкультурой в Наукограде сегодня занимаются больше 40 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи – разрядники. В полусотне видов спорта, которыми увлекаются горожане, бег, если не на первом месте, то уж точно не в хвосте. А за счет «Паркрана» становится только популярнее. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Убнинск ТВ. Чемпионат мира по футболу завершен. Последний матч Мундиаля прошел накануне в Москве на поле спортивного комплекса «Лужники». Со счетом 4-2 закончилась встреча сборных Франции и Хорватии. По-настоящему валидольная игра подвела черту под историю этого чемпионата, впервые прошедшего в России. Конечно, обнинцы тоже следили за играми и болели за наших. Кафе и рестораны, офисы и квартиры. В дни проведения матчей все они превращались в фан-зоны болельщиков, как и стадион «Труд», где проходили домашние игры футбольного клуба «Квант». К слову, в ближайшую среду наша команда дебютирует во второй лиге в матче со своим соперником из Липецка. Так что у обнинцев есть повод продолжить и укрепить традиции активного боления. О выходе обнинцев на новый профессиональный уровень, итогах мундиаля и о том, какую роль играет поддержка болельщиков в финальном счете, в интервью нашему телеканалу рассказал председатель городской федерации футбола Лев Березнер. Когда нам начинают рассказывать про Исландию, что в Англии 80 миллионов, еще где-то, почему не прозвучал вопрос, а за счет чего хорваты с 4 миллионами выдают такое количество талантливых футболистов. Мы едем изучать опыт Германии, Франции, еще кого-то. Это страны с другим экономическим уровнем развития, нас вообще с ними никак не засравнивают. А хорваты, такая же война в 90-е, развал страны и такое количество. Так, может, надо поговорить их опыт, посмотреть, да, что у них нет лимита на легионеров, у них нет запредельных зарплат. Хорваты как раз показали то, к чему должны стремиться. Ну, а так что? Чемпионат мира закончился, грустно. То есть, до этого ты шел домой вечером, узнал, что сейчас футбол, какой матч смотришь, да, а теперь пустота. Ну, может быть, обнинский квант сейчас как-то заполнит образовавшуюся пустоту. Вот 18 июля будет наша первая игра в профессиональной футбольной лиге. Наша первая команда непрофессиональная, в профессиональной лиге первая игра на стадионе Труд, 18-0-0. Ну, как бы Россия, наверное, показала сборной, что без поддержки болельщиков играть бесполезно. Я уверен на 100%, что никогда бы не обыграли Испанию, если бы не было вот этой поддержки 80-х зрителей. Ну, у нас похожая ситуация. Мы не сильнее никого. Единственное наше конкурентное преимущество – это могут быть болельщики, то, что мы играем за свой город. Надо прийти и поддержать. И на сегодня это все. Вы также можете познакомиться с новостями на интернет-сайте, телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске новостей. Программа выходит в эфир по будням в 19 часов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова